У нас как будто бы благополучно в сервис, который машину мы гоняли, и опять погоди, сейчас мотор разбирать, смотреть, подготавливать, хотя работает нормально. Сервиса как огня боюсь. Они брали у нас в прошлом году, заходили. Они машину все испортили, умышленно. Умышленно просто испортили и все. Все везде потекло. А что же испортили? А что не сделали? Ну что, допустим, нигде не текло. А в этот день у нас несколько литров масла вытекло, все эти счеты, все то сделали как. Дальше что-то сделалось с этим, с генератором. Да ладно, нашли мы мастера одного в Кемеровской области. Он разобрал все и нашел там стружку. Ну, может, это заводской дефект был, но он попал как раз после сервиса. До сервиса эта машина шла, и она там замкнула, стружка внутри он нашел, убрал, до сего ездили. Но теперь вот этот новый мастер, вот позавчера мы у него были, там ездили, и он нашел, что Кронштейн у заднего, у заднего рессора оторван. Как мы ехали, вообще непонятно, давно ли оторвало. И она пробила днище машины. А почему? Потому что они снимали рессоры там, и прикрутили ее не на четыре болта, а на два. А на два-то кого-то ушки одни, она ушки-то эти отломила, и все. Ну, теперь все по новой покупали, и они сделали. И теперь заделывать надо дыру там, прямо в днище машины. Безобразники там пьяные, и еще не могли сделать. А здесь нам понравилось. Константин звать его, помолиться о нем. К нему в понедельник поедут в Яховай с Игорем Третьяковым. Мотор разобрать, проверить ее. А сколько же, сколько прошла машина, и сколько на спидометре? Ну, сколько она прошла, надо на нее посмотреть, сходить, посмотреть. Но я знаю, что где-то 90-то есть. Новый уже. Проезд большой. Хорошо было бы, если бы продали бы, да новую купили. Ну да, два года проездили благословенную машину, уже не один это говорит. Даже не мыслит об этом. Машина благословенная, освещенная. Ни одной аварии. Еще бы радио и менял, неизвестно, на что шило, на мыло. Она идет как танк. Все застревали, мы только кардан надеваем переднюю, и она прет. Дело в том, что сейчас делают машины, которые через пять лет уже можно выбрасывать. А вы уже прошли такое большое расстояние. Это третий только год мы ездим-то. Ездим только летом. Она у нас работала всего-навсего. Пять месяцев. Всего-навсего. Не считай, тут потерять мы съездили. А, ну да, это... Всего пять месяцев работала после покупки из завода. Ну, как кого менять-то? Это смеяться надо. Я разговаривал с такими, встречал такие же газели, грузопассажирские. Я говорю, сколько она ездила? Он говорит, 150. Я говорю, а какие вопросы есть? Вообще нет, говорит, нормально. Игорь говорил, Третьяков, он любит фразами бросаться. И, а, машина эта, она сыпется. Я тогда с этим мастером поговорил, с Константином-то. И говорю, вы скажите мне, как вы считаете, эта машина сыпется или не сыпется? Вот такое выражение есть. Вот. Его фамилия Шаллафастов. Спесарь. Шаллафастов. А он говорит, еще не сыпется. Я теперь Игоря подозвал, говорю, при нем произнесите эти слова. Он говорит, нормальная машина, совершенно крепкая, не сыпется. Я говорю, Игорь, теперь ты повтори. Сколько раз ты говорил сыпется? Это сыпется у нас из мозгов. Благодарности Богу нету. А я если вернусь, и мы вернемся, я обязательно пишу благодарность, без лишней рекламации на Нижегородский, это Нижний Новгород, машина где делается. Снимки приложу, им это будет очень приятно. Ну, скажу, какие недостатки там были. Подшипники полетели. Так что? Два раза вокруг земного шара по экватору проехали, подшипник перед колесей. Так, это какая поломка-то? Это уж не ахти какая. Ну, там и заменили дорогой. Вы заменили этим все вселеновые вкладыши, в которых там проворачивается, ну, на рессорах. Ну, знаете, что я хочу сказать? Я эту машину хорошо знаю. Дело в том, что Господь просто с вами, а на самом деле машина сыпется. Ну, я говорю то, что есть. Во-первых, как раз впереди сидят они двое, и дорога бывает кого-то подцепить еще, а сзади на четыре места. Два места, три места занимает, у меня собака лежит. И я, я, это как раз для нас. И она берет груз такой, какой нам нужен на неделю. Как будто, ну, до 800 килограмм. Вот вообще, даже высказать, как раз столько, сколько требуется на неделю, вернуться и загрузиться, вернуться и загрузиться. Она как будто для нас создана. Я в ней ночую, вот, где бываем в Нермании, там, где люди, люди наши живут в Грузии. Наши ребята там ночуют в доме. Я из машины не ухожу. Все целы здесь, я с собакой здесь. Все время там все. Как выехали, и пока приехали обратно. Просто все подходящее. У меня человек один спрашивает, говорит, а если бы он пришлось бы одному ехать, он бы рискнул бы через Украину ехать? Кто, я один? Ну, если мы с ним заговорили, а он спрашивает, а если бы он один ехал без людей, он бы поехал бы через Украину? Вот я один без моих товарищей? Да. Поехал, конечно, даже вопросов нету. А я и говорю ему, а он, говорю, палец все время вверх поднимает и говорит, а бог. Вот, вот, а бог, вот это главное. Да, ну, вопрос задают у меня, меня вообще они не знают. Потому что у них закон принят от 16 до 60, и мои товарищи попадают в этот как раз. Ни тому, ни другому нету льгота. А мне 70, вот 10 июня 75 будет. Я пройду. Я бы рискнул и ними, и добился бы, если бы было запасное время, я бы дошел бы от Сидюха и Курчинова. Я бы дошел до этого. Я думаю, даже вот этого застрелили. Саш, Билый. Музычка, Музычка-то. Вот. Он бы меня не тронул. И у него трех дядей взяли. Да, он палащ, 20 российских воинов ему приписывают, которых убил там. Ну, я не изучаю его, нет. Он палащ, он убийца, он изверг. Но, кто его сделал таким, почему вы об этом не говорите? Вот, Растеряев поет, Игорь-то, вот на кладбище Рома там спят, ромашки. Но кто-то же подтолкнул их к этому, когда у них смысла жизни нет. Он не о том только говорит. Его таким кто сделал-то? Как раз сделали те, которые... Мои братья русские. Ну, они не братья мне, а ну... И поэтому то, что нас везде гонят русских, это имеет под собой объяснение и оправдание. Мы должны простить. И если бы я не рисковал, тем более договор, на самом деле нет, это уже на международный уровень выходит-то. Меня предупредили, страшайше. Не ездящие через Украину. Я могу поехать. Я бы сейчас договариваюсь, чтобы ветеринарной сделать две справки. Одну для Украины, проехать только. Другую я сразу открываю на Болгарию и где, и проще. То есть я мог бы это сделать. И мне намного это удобнее. Мы сейчас проходим через Украину, сразу в Румынию, Болгарию, и Шенген только на Грецию. А здесь я должен сейчас через Белоруссию Шенген открыть в Польше, она в Польше. И сразу выходить из Шенгена. И на пути государства, которые в Шенгене, опять в Румынии, без Шенгена. Я еще не знаю, как они на это посмотрят, на эти печати. Это настолько мне неудобно, но дело сделано. Я даже то, что начинаю иногда думать, стоило ли нам ездить в Англию, чтобы паспорта забрали-то. Мы кое-где упустили что-то по времени. Надо было сразу назначить. Сегодня отправили, на завтра назначать встречу. Но там описано было три месяца. Мы к этому три недели. Мы три недели ждали. А их не надо было ждать-то. У нас было бы время сейчас в достатке вернуть паспорта. Они в Москве паспорта. Если их там не будет паспортов, мы тормознем в Новосибирске, добьемся, чтобы они позвонили, договорились с Москвой, чтобы наши паспорта не высылали, если они не выслали. А если выслали, придется сидеть и ждать. Новосибирске, говорит она, ночевать. Потому что мы если опоздаем где-то, ну мы тогда опоздали уже. То есть в шенген мы войдем на два дня позже. Но это еще не потеря. Мы сократим везде, лишь бы успеть к Англии, к Великобританию, к десятому. То есть тут все обдумано. Но неизвестно, как они там поведут себя. Вышит, не вышит. Но Бог, я прошу Бога и жду его боли. Вот сегодня с этим юношем разговаривали, у него вопросы какие-то. Он хотел исповедоваться буквально. Я ни под каким видом никогда. Никогда. Мы сразу потеряем друг друга. Я говорю, в следующий раз позвонишь в октябре только. Пока ты не будешь выполнять то, что я ему дал программу. А с ним говорят, а у меня четкая программа. Программа. Вот как только сейчас ты меня выключишь из скайпа, и сразу программа начинается. Сразу же. Какая? Пост, молитва, милостыня. У нее специальности никакой нет. Не надо университета. Будь хорошим слесарем, плотником, каменщиком. Тебя везде с руками будут, говорится, брать. А не с безумной головой. Игры играть не того. Ни одной игры, чтобы не было ни в интернете, нигде. Ты должен быть богатым. У тебя должны быть деньги все время. Дабы было из чего уделять нуждающимся. Мы должны жить мирно с женой. И не потому, что она меня там где-то будет бортовать. Дабы не было препятствий в молитвах. Наши отношения со всеми должны направиться только к одному, чтобы не было это препятствием в молитве к Богу, доступ к Богу. Я бы не хотел мириться, она виновата. А я иду и молюсь. Проси меня. Мне молиться надо. Пойдем помолимся вместе. Вот и все. Сегодня самое зловредное, что есть, это, конечно, женщина. Лучше с медведицей не тожить. Но еще зловреднее нашел. Это мужчина, который характером поленько обладает чуть-чуть, но поддался жене. Наследовал ее характер. И упрямство у него отбавляли на трех жен. Вот это самое злобное сегодня. Злее жены стали мужики. Беспудние. Ну а как не поддаваться? Они вот действительно сейчас женщины такие. А если не поддашься, там по-другому уже никак не вырулишь. Чтобы и разводиться. И как только Бог. Бог. Я рассказываю, я пишу. Я сижу за столом, а она в это время ловит что-то вроде, что у меня закрытые ложкой. Я сразу ложку отоположил. И коносас перед иконами молюсь. Помолился, оборачиваюсь. Она рядом стоит, молится. Мне было должно-то какое. Вообще чудо божье. Сажусь, а она опять за свое. Что-то ей надо где-то. Я опять ложку положил. И третий раз. И третий раз. Также я уже после молитвы, уже есть некогда. Мне надо на работу бежать. А я на работу, чтобы сэкономить три копейки. Я пробегаю не менее пяти остановок. Длинных остановок. Бегу. Отрываю не отставлю. Я очень сильно бегал. Говорю, со стая. И все. Я говорю, то, что ты недовольный, готовишь пищу. Если она готовит и где-то недовольный, я по лицу вижу. Я есть не буду. Она мне живот прожигает. У меня на другом уровне болит. Я не буду есть. Молитва. Она не понимает. Я говорю, вот она со мной что-то схватилась. Ну, запусти как какого-то там. Ехать надо. Вот сейчас ехать надо. Говорю, ты едешь и назад не возвращаешься. А у меня тут в городе дела. Осады осени. Ну, ты же сам говорил там, который барак списывает. Квартира. Она там прописана, чтобы эту квартиру отдать там кому-то. Она подняла вовремя меня. Ну, ладно. Съездишь и вернешься через две недели, пока все там не посадишь. Она еще что-то. Иди домой и болей. Она идет два дня, не встает, болеет. Каждый раз, когда она что-то против меня, говорит, она болеет два дня. С пластом лежит. Врачи исследовать еще не могут найти. Наш врач краевой больницы. Наш. И он исследует. Она говорит, не больная. Это у нее на духовном уровне. Она начинает только гордебачить, я называю. А против говорит, я сразу говорю, тебя ждет постель. Ступай сразу, без руками. Я ей дал описать. Когда приходишь, держи в руках вот эту афишку. Без упреков и самооправдания. Вот тогда заходи. Когда у тебя не будет упреков. Да ты меня не высушил, ты. Да я делаю, как Господь сказал. Мне не надо выслушать. Написано, жена научится в безмолвии. А раз в безмолвии, то ты молчишь, я не могу. И слушать нечего. В безмолвии. И учить жене не позволяй, опять тебе рот заклеенный. Да вот, мы все с безбожниками разговаривали. Собирайся. Иди молись, и падай, болей. Я не болею никогда. Почему? Я никогда не спорю, если священник. Я ему возвещаю истину. У меня тоже не все согласно бывает с братом. Но если он сказал, я на полсловия прерываю разговор и пошел выполнять. Почему? Не потому что он брат, потому что он священник. А если другой скажет по слову его, не вопреки слову Божию. Вот приехали, а у батюшки дисциплинка-то не такая, как он. Я гляжу, у него там батюшка, там батюшка сидят. Один раз бутылочку поставил. Я уж тайну говорю. Ну, вино. Ну, положу помаленьку. А я за сухой закон. У меня нехорошо делается это. И она сидит тоже без платка. Жена священника без платка. А для меня-то это уже, считай, нож в острове-то. Я прям сходу от дверей сразу, кучуешь, за стол сели, не молились, наверное. Батюшке-то неудобно. Его дом-то. У него на кухне-то сидят-то батюшки-то. Его друзья старинные-то. Что-то время позднее. Ты пришел домой. Мне, он говорит. Я на полуслое повернулся, поклонился батюшку, благословив путь обратно домой. Пошел, вышел, а душе-то нехорошо. Я подумал, головой к стенке притнулся, какой у меня батюшка хороший брат. А то бы я сейчас ему сказал, да они могли быть недовольны. Я прокатил домой. Это люди, которые меня совершенно не знают, а только вот здесь глядят. Вот как Евтихий, наш епископ говорил. По книгам я думал, как если Игнатья младить буду, когда его епископом у нас назначили. А когда приехал, он стал заглядывать, а где я нахожусь. А я его встречаю, провожаю, он меня не может узнать. Это он? Он. Совершенно другой человек. Как апостол Павел говорит. Про него говорили. В посланиях он сильный, об нищенном присутствии речь слабо, незначительно. Они не понимают, что человек, который для Бога, он должен свое оставить. А где же сейчас Евтихий находится? Где он есть сейчас? На покое. В городе Ишиме. Богоявленский собор. Оркинская, 42. Все спрашивают, много людей задают вопросы, а кто же сейчас у них вместо него-то? Иларион. Иларион. Капрал, фамилия его, митрополит. Епископ от зарубежной церкви не нужен, людей-то никого нет. Мы две общины остались. А вы лично знакомы с ним? Конечно. Я с ним обедал, пил, ел, ездил. И он, ему прозвище одно, это господин, у которого нет слова нет. Чего бы не попросили, он все отдаст. Его обманывают на каждом шагу. Я с ним был. Сидели митрополит, за столом он, тогда он был секретарь СНОДа. У меня интересная с ним была такая встреча, я, может, рассказывал вам. Я как-то, он зашел, я же там живу в Синоге-то, в Нью-Йорке-то, ну и шатаюсь где не надо-то. Ну и к нему туда захожу почаще. А в это время приехали какие-то, муж с женой, и, ну я сел и слушаю, они его обвиняют в чем-то. И крепко обвиняют. А он молчит. Я говорю, тогда можно мне сказать? А что я могу сказать человеку из России, который ничего не знает? Я говорю, маленько послушал, они вот об этом разговаривают. И, ну, ну, они не правы? Как мы не правы? Я говорю, а Анкирский собор, правило такое-то, и говорит, так, он одикийский, вот так. Он сразу, да вы что, сразу открывает правило, правда. Они тогда вышли оттуда и больше не стали заходить. Они, по-моему, говорят, так вообще наизусть правила знаете. А мне так удивительно, что он епископ, и не знаю, не то, что наизусть, а даже не знает, что такое правило есть. Я говорю, да подожди, не уходи, говорят, у меня еще тут жалобщики, архимандрит. И сейчас помогите разрулить-то, а там встановку. Ну, я сижу, дело как будто мне не касается, там царский журнал смотрю, там на копне лежит царевна, это княжная Анастасия с папиросой. Царя Николая, дочка с папиросой. Ой, может, случайно взяла, не во рту, в руке. Ладно. Ну, вторые-то зашли, стали говорить, я говорю, они совсем не правы, тут уже Вселенский собор затрагивает, да, апостольское отправило-то. Я говорю, он мне как помощник, а я вот тогда уже думаю, отношения-то наладились. Тут я смелее стал. Вот приходит при мне архимандрит с Греции. Я не знаю, Греция американская или прямо с Греции непосредственно. Ну, я говорю, а вы понимаете, что вот этого Никона, Мардвина-то подвигли, патриарх Никон-то? Какую беду вы сделали? Россию-то раскололи пополам. Самых лучших людей, самых крепких объявили раскольниками. Да мы знаем. Вы знаете, а почему покаяние не приносите-то? Ваша вся церковь страдает от этого. Кого вы объявили? Уж не еретиками, а раскольниками. Кого? Протопопа вакуума? Деронова? Ты посчитай, каких людей-то отбросили. Это сегодня, говорят, 5-7 миллионов. А для тогдашней России 5-7 миллионов, какое население было-то? Куда бежали люди-то? Сжигали себя, чтобы вам не попасть-то. Это вы дали ему, сыграли на нем. Сделаешь со вселенским патриархом. Давай на троеперсти меняй. Зачем менять, когда Сергий Радонежский, князь Владимир Крестин, двоеперстия было? Вы знаете, ну да. Это у вас тогда так было? Да. От вас был епископ Михаил, он молился двуперстно. Русским-то людям-то откуда знать-то? Они маленьким детям ниточки, пальцы перевязывали, чтобы правильно пальцы держать-то. И вдруг Никон начал к ним подыгрывать раскол, напилин-то Николая Достова. Казалось бы, они же хотели все-таки сделать правильно, хотели с греческой церковью объединиться. Да не надо этого делать, объединять это. Они слепцы. Слепцы, если не сказать больше. Как можно было не видеть, что это разделение ведет? У людей не было Евангелия на столе. Его не было. Библии вообще не было в народе. Ни одной Библии не было в народе. Как можно было касаться того, на чем все зиждилось? Иисус с одной, с двумя... Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе Боже, давай три губы. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Оно двух губы, сугубо я была. Коснулись того, что было главным. Они какие? Да они никакие. А все только сжать, давить, пить. Икон, это фашист настоящий был для русского народа. Как и Осип Володский. Это Сталин в церковной среде. Да, и тут действительно задуматься. Вот так. Они учили детей так молиться, а потом надо переучивать детей так молиться. Ну нельзя переучить, переучить-то нельзя. Люди шли на что угодно. Вот те ржаки, это Кержинец, приток Волги. Другие в Турцию ушли. И спустя почти 250 лет они вернулись, сохранили весь этот обычный, все. Бежали куда угодно. Бежали в Австрию. И там они открыли иерархию через 180 лет. Эта вера-то называлась австрийская. А люди австрийцы. Австрийцы просто их приняли, когда мы шиканцы. Все, король. Кто он там был? Что? Зачем? Когда так молился Сергий Радоневский, двуперстно. Князь Владимир. Двуперстно молился, но подряд всех перечисляем до Никона. Все до одного молились. Анна Кашинская. Это даже сказать из-за Феодосии. Основателя русского монашеса Антоний. И они все молились двуперстно. Но самое главное. Собор прошел в 1581 год под председательством будущего Ивана Грозного, Иоанна Васильевича IV. Что кто будет молиться на двуперстно и двуперстно, это будет анафема. За этим собор стоял. Собор. За которым три только официально канонизированных уже. И вдруг весь собор отменили. И сейчас все попы. А этот собор с доглавой он такой-то. Так. Да ты откуда знаешь-то? Они не знают, что сказать. Так как князь Владимир крестил, второй перстно был. А то вас семинарий так учат сегодня-то. А тогда откуда старые обрядцы взялись? Зачем пальцы-то тогда рубили-то? Ну ты, если видел фильм Достоля. Раскол-то. Как заходит, как молишься. Двумя. Хватает, вот уже пальцы отрубили ему и все. А Иисус как молишься. И аллилуйя, аллилуйя. Два раза. Два раза. Вытаскивает язык, отрезает язык. Да ты кидж даже этого не делал. И Бог дал это. За что? Слово Божие отступили. Слово Божие не слышалось. Это Игнатий виноват? А я говорю так, как есть. Андрей Кураев меня поймал, почему другие не понимают? Андрей Кураев почему-то дошел до самой истины, что во мне есть это. Игнатию наплевать на ваше мнение, на ваши соборы. Бог говорит, и все на этом кончилось. А мне, говорит, не наплевать. Он себя осуждает за это. А мне важно, что люди скажут, что епископ подумает. Ну вы же сами слышали это. Я его за язык не тянул. Мы не такие близкие, чтобы один раз все такое у меня здесь он был. А его это открыто. И такого человека мигом зарубили. И так он выступает. И по так же выступлениям. Я нигде не поддерживаю. Он не прав. Но не гол уже рубить. Из-за мощей живому человеку голову отрубать. В ответ мне ничего не могут дать. Вот Иоанн Дамаскин сказал нам о мощах. Библия говорит, на суде Божьем не будет Иоанна Дамаскина. Он может быть в аду будет. Что вы трясетесь с ним? Иоанн Дамаскин сказал резать мощи. Да где он взял это, когда все святые против были? А то вы сегодня написали все. Он, может быть, сразу не писал этого. Оригинала-то нигде нет. Я говорю так, как Библия говорит, как Бог говорит. И на суде Божьем я скажу, Господи, вот написано. Третья глава бытия. В прах ты и в прах возвратишься. Я не могу ничего сказать. Ты, Господи, сказал. Я на тебя положился. А написано, надеющийся на слово, посрамлен не будет. Евреи будут требовать Моисея. Эти люди будут Иоанна Дамаскина требовать. Я никого не требую. Я и Бог. Мы друзья. Я перед ним предстану, если столица Господи. Я старался выполнить слово Твое. Считайте 118-й псалом. Каждый день. И оно маленькую ямку в мозгах продолбит. Слово Твое. Светильник на гемае и свет в сеземае. Слово Твое. В доме, если человеческий, ненавижу, а закон Твой люблю. Западе Твое, ты содел у меня мудрее врагов моих. Она всегда со мною. Я стал разумнее учителей моих. 101 стих. Почему? Не потому, что грамотнее или умнее, а потому, что я доверяю Слову, а вы не верите Ему. Вам нужна грамота эта. А мне это нужна грамота во свете Библии. Я во свете Библии показал 12 томов Жития Святых. Такого материала не было, я вас предупреждаю. И не будет. Он им и не нужен. А каждый вопрос я отвечаю согласно Библии и, из кавычек, взятое место из Жития Святых. 1173 жития. У них есть такое выражение, не хватит. А у меня одного-то они долбят, но я не один. За мной еще кто-то стоит. За мной кто-то лежит еще. Нас мало, но мы в тельняшках. Мне интересно, я тебе говорил, самое интересное, что в Финляндии запрос сделали патриархию, патриарши и церковь. На встречу со мной и дали, говорят, добро. Я поверил, но очень трудно верить. А они со мной открыто пойдут на диалог какой-то. А одни говорят, что у меня самоубийцы, что ли. А только самоубийцы могут быть поднимать. Это что-то прям диковина какая-то, нереальное. Ну нереально-то. Я работаю так, как они, может, все вместе не работают. И всех до одного посылаю в храмы Московской патриархии. И уже речь идет не о тысячах, а может о миллионах. И всем я говорю, что Московская патриархия благодатная. Там таинство действительно, не считая крещения, когда оно неправильно делается, когда неправильно делается. Там ничего нету. Я еще говорю-то, для людей вот это самое непонятное. Так вы, наверное, что-то к себе тянете, а у нас запрет к себе звать. Мы на истребление себя поставили. К нам нельзя звать вовщину никого. Это закон. Да такое не бывает. Все к себе тянут. Все, кроме нас. Вот это пусть они объяснят, почему я так делаю. Ну, а все-таки еще... Ну, цирковь исправляется все равно. Не крестит без катехизации, не без просвещения людей. Все-таки хоть понемногу дойдет. Знаешь, написано. Оставьте рассе то и другое дожато. Дожато. Пшеница дреет и плевел издреет. Так что ты прав. Зреет то и другое. Но пшеница меньше выздревает, чем плевел. Они буквально полонили все. Пока они не изменят отношение к Святой Библии, а через нее познать волю Божию. И чтобы у людей главный вопрос был рождение свыше и водительство Духом Святым. Два вопроса. Вот. До тех пор у них ничего не будет. А это видимо, что они проводят катехизацию. Я послушаю. Ой-ой-ой. Все мертвое. Там никакой жизни нету. Лед. По-моему, стучит кто в двери. Да, пошел. Кто? Кто? Заходи, пожалуйста, заходи. Не мешай мне. У меня хорошая задава родит. Легкие нападения. О ком говоришь, говорят, они рядом стоят и послушают. Вот. Им нельзя сдвинуться с места. Они не рожденные духовно. Они мертвые. И не один, и не два. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я благодарна, что вышли на мой сайт тоже. Я там ваши ролики смотрю. Я сейчас там выставляю тоже по Украине. Ага, по Украине я смотрела вот сегодня. Сейчас, потише, не мешай пока задеться. Молчат. Ну-ка слушай. Они не могут сдвинуться с места. Они проводят катехизацию, занятия, я ходил мертво. Занятия, где наши люди ходили, мертво. Поле полное сухих костей. Они не могут никого оживить, потому что сами мертвые. Вот батюшка наш выходит, ну, заходил здесь в храм. Батюшка, 30 с лишним лет, служака. Я, говорит, не пойму, о чем он ревет, дьякон. Я одного слова не могу понять, говорит, даже. Что спрашивать? Им это не нужно, им этот ритуал надо исполнить, выйти. Лепин нарисовал картину дьякона. Рев, зев, лупоглазие. Вот так все осталось. Жизни нету. Почему? Потому что он не рожденный свыше. У него нет болезни о том, что он сказал, и его не поняли. Мне желание, чтобы вы все поняли, что я вам сейчас с вами разговариваю. А у него этого желания нету. Он даже только по подозрению. Вот вы зайдите в интернет, зайдите, Игнатий Лапкин. Первое, что есть, Игнатий Лапкин, с чехта, с чехта. И дальше. А они, и есть сведения, что он сотрудник ФСБ. Вообще. Я сижу и думаю, вот это да, я где принятый-то. А ФСБ еще не знает. Я тайно у них проник, устроился, и ни один не знает. То есть они ни греха не боятся, ничего. Для них это ни по чем. Блудное умом. Воруют слова друг у друга, как уже пророки. Они, если бы могли сейчас, в один день меня бы съели. Но Бог меня хранит. Ну, представь себе, священники призывают. Что там разговаривает? Да поехать потеряю вкус, сжечь ее. И романа. И мы говорим, а ты умеешь или нет? Там же дети есть. И все. С детьми вместе. Я заходил, вот комментарии читал, вот все-таки людей так вот много все равно, которые защищают, которые выступают, говорят, да вы что, вы и не читали, и не знаете его, в принципе, люди так все равно боятся за вас. Я не говорю, что нет, есть эти люди, которые читали, которые встречались, были, вот. И каждый пишет, я была в Барнауле, там одна, увидела на столбе занятия в университете, дело нечего было, я зашла туда. Это так понравилось. Но когда я приехала и где-то сказала, кто? Это Лапкин? Говорит, еретик, да то другое. А я, говорит, а на другому мальчику сказал, Лапкин, там ничего плохого нет. Говорит, хорошо, что ты зашла. Оба в патриархии, но совершенно по-разному. Я не встречался ни тот, ни другой. Ну, один маленький что-то считал или нет. Вот едет отсюда один наш, Павел Бедруков. Я, говорю, только в машину сел. Ой, говорю. Я говорю, ребята, разговор-то пустой, давайте я вам включу что-то. Включил, а, включил мои записи-то. И там священник ехал, я его слушать даже не хочу. Я, говорю, чтобы не раздражать его, выкрутил. Доехали до Кемерово, кажется, в монастырь где-то там зашли. Ну, и там сидят, обедают, которые там монахи, приезжие. И первый вопрос мне, говорят, задали там, в другой области. Так вы из Барнаула? Ну, как там, Игнатий Лапкин? Вот это да, говорит. Девчата, дорога и идут, какие-то наушники слушают. Ну, подсадили, машину везем. А вы что слушаете? А тут Лапкин Библию, значит, незнакомые студентки в сельской местности. Ну, вот и все. Он пока дуется, что? А чего он дуется-то на пустом месте? А то, что мы делаем всем, это дает плоды. А спрашивают от меня, а почему вы к себе не зовете людей-то? К вам надо так трудно пробираться-то. Надо узнать, вы приходите на дом, узнаете. И всех, мы к вам просимся. Вот ко мне звонят, просятся, а я их всех отсылаю в московскую патриархию. Тут, говорю, на их занятия идут, и никак. Ну, я хочу с вами, я говорю, мало что и хочешь. Ничего нет печальной безответной любви. А я вас посылаю сюда. У них хорошие батюшки академию закончили. Так, и что? Вот причина-то какая сейчас. Я говорю, мы, может быть, карикатуры на христиан. А человек идет к настоящим христианам. Единственная причина, почему мы к себе никого не приглашаем. Опыты же, они этого не боятся. Что люди в нас увидят не образ Христа, а искаженное отображение, когда плохо в нас видно Христа, как и не Советское озеро поется. Что? Можно я скажу? Не надо. Так об этом же. Да, об этом и не надо как раз. Я сам скажу. Садись. Садись рядом. Ты этого не знаешь. Вот, видишь. Ты что, болеть хочешь? Мы на занятиях были. Ну, я не надо. На занятиях были. Ну, скажи, что бы удовлетворилось. Скажи. К кому мы на занятия ходим? К там, Елена, не знаю. Она, священник, однажды говорит, ой, я тороплюсь на занятия. А к кому? Где? Да, у нас друзья Игнатия Тихоновича проводят у нас. Игнатия? А, ну, если Игнатия, тогда можно. Иди, иди пока. А я уже думаю, только к другим не ходи. А к Игнатию этот священник я сказал. Ну, это уже, так это, супер редкая, супер редкая. А не тайна. Мне пока тот священник, это хорошо к вам относится. Ну, я подошел говорить, я давно к вам хочу, но не могу не пойти. Это без благословения архиерея нельзя запретить сразу. За сообщение, за то, что он ко мне в гости приедет, архиерея запретит. Да кому нужна эта патриархия тогда такая? Даже со мной, которым я не угодил в гости-то, и то, как бы так не поступало, то со мной было того, чтобы голову рубить. Это вообще, это уже запредельно далеко зашли люди. Священники, которые узнают вас, я уже по опыту просто заметил, они не отходят просто так. Они, если узнают вас, то начинают исследовать и просто проникаются. Я знаю это, знаю, есть такие, вот, вот сейчас мне один пишет, я зашел на ваш сайт, для меня, говорит, свет в конце темного туннеля засиял, наконец-то я нашел, нашел на священник, и это говорит, я ничего не скрываю, главное-то я даром отдаю. И это поездка, и все остальное, цель одна только. Ты свой лимит уже не стратила. Еще маленечко, пару слов. Ну, скажи, скажи. В церковь я ходила, и там священник, который хорошо к нему относится один, и он меня пригласил в свой кабинет священника, там никого не было, и в шкафу стоят книги Игнатия Тихоновича. А он не знал сначала, что мы с ним одном, он не знал. И поэтому я говорю, а вот эту книгу можно взять, посмотреть? Возьмите. А там еще книги есть, они где-то спрятаны. Это как катифизация. Ну, что спрашивать, как у Ольги, все мои книги на первом месте и в других библиотеках. Ну, явление не такое часто. Я знаю. Так это в церкви Покровском, где гнали тебя. Да, ну, Господь видит. Я много об этом говорю. Господи, при жизни мне я грешный человек, и хочется увидеть. Я знаю, что после смерти все будет по-другому. Главное препятствие к моим книгам и ко всему я. Это главное препятствие. Когда меня не будет, обстановка может резко измениться. Прямо резко. Потому что они вживи-вживи-то на меня наталкиваются, когда я сразу начинаю говорить то, что им не нравится. А у них какое? А он о патриархии отзывается неположительно. Да разве это критерий? Да как это так? Ты не скажи, а он отзывается несправедливо, а неправильно? Тогда вопрос другой. А это Ахаф это говорил, Михею. Как отзывается положительно? Когда весь мир этот, что у вас вокруг считает, это ваши люди. И когда ЦИОМ-то берут они данные, сколько людей верующих православных-то. А до никого нет, ни одного человека. Ни два, ни три, ни одного нету на весь квартал. А Пасху, воду освещать, это все освещают. Яйца, куличи, вся эта вера. Да не может вера быть только на них яйцах и куличах. Она на Христе основана. А Слова Божия не знают. У меня главное отличие от них, это я люблю моего Господа, я так его люблю. Я без него не мыслю, не дышу, не хожу. И я ожидаю с ним встречи в Геове. Инотик, вот человек легко узнается с Эквистом тот, кто имя его называет. Вот я заметил, весь человек часто называет Господь Христос. Значит верующий человек. Если не говорит Бог, значит неверующий. Значит верующий, в первую очередь нужно записать. Патриархи Кирилла Гундяева, Всеволода Щаплина. Это первое тогда. А они в течение 20 минут, если говорят, то слово Христос ни разу не произнесут. А я говорю, посчитайте послание к Колоссиным. Больше 10 раз в одном предложении. Это сладчайшее имя. Но слово твое превыше всех имен твоих. Слово его. А не слово Библии не говорят. А когда святая Библия, ни один не говорит. А в английском языке прямо на корочке написано Библия. Не написано Байбл, а написано Holy Bible. Святая Библия. Она святая. Священное Писание. Они вообще не поминают. Вот это разница. Христос еще не могут иногда так сказать, подделаться. Знают, люди говорят, и он тоже. Они же умные люди. Но приводить к Библии, к Святой Библии. Как одни тут напали на меня, я сразу понял. Это я говорю, яговистский жид. Яговистский жид. А почему? А он сказал, что Святая Библия. А его батюшка один там, Сергий, не нашего круга совсем. Он говорит, а у тебя дети-то ходят в воскресную школу, да? Батюшка говорит Евангелие. Библия батюшка никогда у нас не говорит. А дети изучают про потоп. Ну, наверное. Ну, так это же из Библии взято. Но вы считали, что Авраам был избранием, первый еврей как было. Ну да, так это же не в новом завете. Еще-то батюшка тоже как баптист рассуждаешь. А я когда стал говорить, я говорю, вот люди, которые нападают, они нападают на Библию, даже не на меня. Я понял, что это самое настоящее православное. Это самое твердое доказательство, что он православный, что нет авторитета Библии. Если авторитета Библии нет, это уже может быть только православный или еще совсем с ненавистью, это уже старовер, старобрядец какой-то. А любой сектор, даже самый сумасбродный, он Библия произносит с любовью, цитирует местописания, там свет изливается, пока толкования нет. А во мне было вот это, я знаю, я же тоже раньше думал, зачем мне Ветхий Завет читать, когда у меня новый есть, что я там возьму из этого Ветхого Завета. У меня было такое. А Псалты есть откуда? Псалты считает, это все монахи. Откуда, помилуй меня Божий, повелицы и милости Твоя Псалтырь? А по Риме, который в церкви считается, все Ветхозаветные, это откуда? Премудрость Соломона, садились в себе семь столпов. Все из Библии, все Ветхий Завет. Да и как можно новый Завет понять правильно, если не знаешь Ветхого Завета? Вот Агнец Божий, он говорит, какой Агнец, а при чем тут ягненок-то? А вот теперь, смотри, Аврааму, Павильона приносили в жертву, Авель принес в жертву, ягненка. А вот настоящий Агнец пришел. Ну, и когда с самарянкой говорит, Бог ищет поклонников в Духе истины. А пророки в Духе были, да, в Духе, а в истине? Нет, не в истине. Они в образах, понялись, в образах. А мы уже пришла сама истина. А там был ковщик, у нас Божья Матерь. Там были скрижали, у нас Христос, слово его, вначале было слово. Из Ветхого Завета. Новый Завет – это птица с одним крылом. Интересно, когда ты была уполномочена по религиозным культом, а мы добивались дома инвалидов, там такие парализованные, причастить их. А тогда было трудно. Надо было договориться, чтобы комната была. Дальше договориться с директором этого учреждения, где они находятся, интернет. А потом идти к настоятелю, что он согласится. А потом настоятель сам не пойдет идти к уполномоченному по религиозным культам при столетии министра в СССР. И мы все это прошли, записали, там, десяток кого причастить. Надо причастить, больше ничего не надо там. И в числе ходатайов Надежда Васильевна была. Расскажи, коротко только, как было? Когда в кабинет зашли, он принял нас хорошо. Я говорю, нам нужно, мы ходим в интернат, там, к больным стану. Не в интернат, а в интернат. Он говорит, ну, с какой просьбой вы? Я говорю, нам нужно священника, чтобы там причастить этих больных, старых людей. Он говорит, ну, как же, все это, я сейчас позвоню, в Москву позвонил, еще куда-то позвонил, ну, разрешает. Причастить, вы не забывайте, какое время было-то, причастить людей, которые неподъемные лежат. Ну и вот. И вот это Сердышев Александр Петрович, это сейчас прихожанин московской патриархии. Он, вот видите как, у нас же свобода вероисповедания, все, и начал показывать книги. Ко мне баптисты приходят, адвентисты все. Показал мне литературу, какую дарят ему Библию, там, Новый Завет, и все разговаривал, беседовал по-хорошему. И вот в конце уже нам уходить надо. Я говорю, ну, и когда вы разрешение дадите нам или священнику скажете, чтобы он пошел? Он говорит, вы, да, я же вас не записал, как ваша фамилия запишет? Я думаю, ну, если я фамилию сейчас скажу, думаю, все и точно. Как только сказала Лапкина, как, Игнатия Лапкина, вы жена? Я говорю, да. Он как соскочил из-за стола, как забегал по кабинету, я аж испугалась. А мы вдвоем были там еще с женщиной, с сестрой. Он говорит, Лапкин, он такое там наводит в церкви, беспорядок. Я говорю, как, он за порядком следит наоборот. Так вы с ним ни разу, говорю, не беседовали, он говорит, и беседовать не хочу. Я говорю, так вы поговорите лично сами. Зачем вы ложное свидетельство принимаете, а лично не хотите поговорить? Как бегал, он долго, он, наверное, минут пять или что, бегал по кабинету, все кричал. Я говорю, таким возвышенным голосом разговариваю. Нет, ничего не будет, и никакого священника я не разрешу пойти. Ну и все. Ну и все, ладно. Вот так. Это тогда, 70-80-е годы. Они обвинения-то никакого не имеют, а просто дух. Ни ко мне просят. Ну, интересно, что когда я сидел в тюрьме, и мне нужно было причаститься, то сам настоятель Войтович, отец Николай, Николай Павлович, приехал. Который докладывал. Вот. А Надежда Васильевна ходит в кабинет, в котором должно было быть. Там и водят из тюрьмы, и администрация, окна зарешеченные, все. И она вот так вот ходит, вот так вот, она вот так вот, взяла, написала вот здесь вот, и написала вот здесь вот, а с обратной стороны. Везде подслушивает. Она видела, как мне провода подтаскивают. И она идет, вот так распахнула, и опять закрыла. А я прочитал, да я себя знаю. Исповедует. Исповедует. Но сначала везде прослушка. Вот я исповедуюсь, ему и говорит, Исповед Николай. Дело в том, что я не раскаиваюсь, что я делал так. Да как же так? Ну как, я делал правильно. Я хотел, чтобы люди Христа знали. Без Христа жизни никакой нет. Я обязан говорить, и власти поступают неправильно, потому что они перед Христом предстанут на суд и прочее. Ему говорю, и он, а у них там все это, видно, закручивается. Но он за это-то меня не может не допустить до причастия. Правда, до этого он приехал, когда предварительно сказать, на какой день, чтобы я не ел, не пил. Ну а как, а пост шел, а я говорю, ну я пощусь, а не знаю, третий день, что ли, там не пил, не ел. Он как захолелся, да тут туберкулез, да вы это что же делаете, да разве можно? То есть я поверил, что он искренне меня пожалел. Он столько против меня зла делал. Наши списки, занятия в милиции, которые все передавал. Но то, что он меня причастил, я ему все сразу списал, как будто никогда не было. И всегда в моей молитве. И он меня исповедовал, причастил. А потом еще, представив фамилию его, отец Михаил приезжал, еще было. Меня два раза причастили в местной тюрьме. Еще я могу сказать. Аллилуйя, слава Христу. Да, это удивительно. Инатихич, я вот давно все хочу спросить, откуда, и тоже, и так вот сейчас пришло на ум, откуда пошло вот это то, что перед причастием нельзя есть ничего. Нет, монахи. У них там одни корешки были. Еще не выдумка это. Первые ученики с Христом рядом. Сначала барашка покушали. Барашка. Шашлык. Шашлык на огне. Это шашлык. Это не жареное, не вареное. Это запретно было. Выпили вина, а потом Господь сказал, давайте причащаться. Еще непонятно, что мы делаем все наоборот. И при том отдельно дал хлеб, отдельное вино. У нас все смешали, ложечки давать, еще здесь подставить. Это все выдуманное. Но я православный, я все принимаю. Ну я должен же сравнивать со словом Божьим-то. Меня спрашивают сектанты, а почему у вас вот так? Да, ложка-то называется лжица. Прям название-то какое-то лживое. Лжица. Если рубашка, не рубашка, а сращица. Ой-ой-ой. Сращица. Ну по-русски-то сращица, прям на счет-то совсем похоже, не на то место. Ну что сказать? Это они не хотят просто знать. Да, и откуда это не идет. Да еще мало того, просфору дома и то натощак. Воды святой натощак. Вот натощак любят, заморили народ. И главное, свадьбы, вещания нету. Накануне среды пятницы, накануне воскресенья, во все великие посты, накануне воздвижения и овусекновения главы, а потом придумали еще и накануне интронизации императора. И я тогда сказал, вот представьте себе, вот Иван, он недавно женился, красавец. И он взял себе Машеньку Марья. И теперь покос, они на покосе двое в шалаше. И он, ну, сто лет двести назад, и теперь он выходит архимандриту. Ну я что делаю? Вот после бани, тут бани недалеко побыли. Я смотрю, их в одном шалаше спать или нет там. А архимандрит ему отвечает, ну, двести лет назад, это еще согрешишь, дети будут дурные, больные. А если бы Христа-то знали, ничего этого и не было. Они бы воздерживались, они просто для секса, там, глупости разные. Для Христа. А с другой стороны, если посмотреть, все равно ведь такие вот строгости, они к порядку приучают. Да не было этого порядка, никто этого не смотрел. Ну, когда это было, молодые люди, и они бы спрашивали какие-то, никто про это не знал даже. Правила, которые не выполняются, а они деморализуют. Даже Ленин, табличка «курить запрещается», повелел убрать, матросы заходят и курят. Зачем она нужна? Она дезорганизует человека, если она есть, ее выполни. А исполнительная власть еще не может сделать. Законодательная работает, а исполнительная нет. И зачем он этот закон, если не работает? В общественных местах, там, не курить. Я вот был сейчас, там, морг написано. И везде на территории краевой больницы не курить, это новое. А он вышел и курит стоит. Я говорю, курить-то запрещает. Он на меня так глянул, недовольно. Я поставил маленького, 12-20 лет жизни, ты не доживешь-то. Он покурил, откуда. Я уж не стал просить его сфотографировать. Он бы сильно заволновался. Здоровый, крепкий мужчина. И на высоком крыльце больницы. Ну, еще спрашивать. Неуважение ни к себе, ни к кому. Главное удовлетворить прихоти. Прихоти ищут свои нравы. Восстает против всего умного. Мне легко с ними разговаривать со всеми. Легко. Потому что они за мной ничего не знают. У меня целая комиссия священника были. Подыскивались. И ничего не нашли. Ни разу, нигде. Ни на нет нарушений, ни в одном правиле. Это не трудно. А как вот можете себя так настроить? Никак. Это просто... Как я могу настроиться, когда дышать? Для этого есть мозг на ноздре. Дыхание в ноздрях, не во рту. Написано. Это пыль ловит там специально волосинки. Слизистые вещества, которые налипают. И опять смартфонтался. Это Бог так сделал. И мне не надо думать, как дышать. Не надо думать, когда я пищу проглотил, как она будет перевариваться. Сколько желчи, сколько кислоты добавить туда. Это все делается само. Так и жить для Христа в Духе Святом. Я об этом даже не думаю. Я просто живу и радуюсь. Почему? Дух Святой руководит. Это вы так о себе думаете. А мне думать не надо. Это право дал мне Господь. Вы считаете 1.12 Евангелия Тиана. А верующий в Него дал власть. Власть дал. Быть чадами Божьими. Не сыном короля, а чадом Божьим. Он мне власть дал. А раз властью, я полномочным этой властью пользуюсь. Я знаю, где сказать, где промолчать, где лечь, где посидеть, где считать, где замкнуть все. Это Бог все время действует Духом Святом. А я этого не знаю. Можно вопрос такой. А вот как вы распознаете мысли от Бога или от врага? Ну, в первую очередь, я как понимаю, вы мне вопрос задали-то. Я писать этого не буду. Совесть должна быть неповрежденная. Нигде не обмана. Ни власть, ни так, что щечки, если что-то там первую ленту поставят, не крутятся. Ну, то есть по мелочи где-то, нигде и никак. Если сделало что-то не так, пока я не принес, затер и проси Господи, чтобы никогда этого не было больше. Второе. Знать Слово Божие. И Слово Божие, мне не надо его вспоминать. Не надо. Вот он работает со львами. И вот львы меня обнимают. Я говорю, это делать нельзя. Кто пожалеет ухо упущенного змеями? Если он со змеями водится, заклинательный змей. И приближающийся к диким зверям. Я мгновенно это высвящиваю. Он сам на это напросился. Это дикие звери. Это не ягненок был. Он знал, его львы растерзали. Зачем он это делал? Писание запрещает это делать. Дальше. Не води дружбу с теми, кто может умертвить тебя. Я не вожу с ними дружбу. И мне не надо вспоминать написанное. Оно во мне живет. Писание рассчитано на любовь. Люблю ли я Бога? Люблю ли я ближнего? А ближнего люблю я? Я не могу молчать о его недостатках. Я обязан сказать. Я еду по любви к Богу. Сейчас еду. Вещь невероятнейшая. Я повторяю. До нас этого никто не делал. И с нами нету компаньонов никаких. И после нас никто этого не сделает. А если сделать, только ниже. Они, кто это будет делать, должен, по крайней мере, иметь своих. Книг 38. Это первое. Тома. По 750 страниц. Второе. Они должны их не продавать, а дарить. Дарить? А они на это не идут. Они любят очень деньги, мамону. Дальше. Обречь себя вот таким опасностям. Мы едем в лесополосах, в лесу, там где-то скрыться надо, ночевать. Это в России имеется в виду. За рубежом там не скроешься. Там только на остановке. При заправке или где-то прикорнуть маленько. Дальше. И делать это с радостью. И должен быть не один, а должна быть команда. И надо все обдумать. Быть лидером, обладающим сию качествами. У них нет ничего. Они не нашего рода и племени. Когда Божья Матерь сказала, что это нашего рода племени. Они сказать этого нельзя. Они чуждые. Они поддерживают ложь. Они не зовут патриарха. Покаяние Осипов не будет звать. А патриарх, когда умрет, он будет очень горько вздыхать. Что за ним числится? У патриарха Алексея Второго. Да у всех. Почему у меня никого нет? У нас же профессора были. Еще язык проглотили. Вы же видите, что он неправильно поступает. Что, перечислять грехи его? Сами они не знают. Никогда. Еще один против другого епископа. Иногда рот раскроет. Иногда. Но не более того. Они мертвы. Ты пошел на это дело, ты не должен оглядываться. Патриарх это президент или где-то. Я писал в ООН, обличал их. Обличительные письма в ООН писал. Писал Брежневу. В которой были правители до этого. Мне зачем это надо? По любви. Ему никто не скажет. Я один остался. И моей души ищет порог Илья, говорит. Я делал для того, чтобы они спаслись. Я не знаю, как он умер. А может быть, по-божески. А может, его коснулось это слово. А может, на память мои слова ему пришли. Они везде. Как я узнал? Я очень просто узнаю. Вот она сидит рядом. Ей надо сказать. Сильно переполняет ее счет. Я ей запрещаю. Я правильно делаю. Она в присутствии моем не должна лишнего слова сказать. Тем более посторонний мужчина. Но я очень сильно, я смотрю, да. Она хочет хорошим поделиться. Я ей делаю приятно. Ну, скажи. И лимит ее начинает исчезать. Она второй раз сказала. Третий. Ну, я это сам скажу. Тебе не надо это. То есть, привыкнешь и будешь везде говорить, где не надо. Как я узнал опыт? И опыт должен быть состраданием. Без страдания опыта не бывает. Мне сегодня вот отвечают. Мы договорились, что старшая сестра, старшая сестра не по старшинству, не по возрасту, а должность. То есть, она знает всех роженец, кто в больнице, кто приехал на вокзале встретить, проводить визит. А Татьяна Хузьминиша Капустина. У меня будильник, я его не слышу. Но будильник такой, что надо батарейку вставлять. А батарейка деньги стоит там сколько, я не знаю, рублей 10-то. Я теперь договариваюсь. Володя-то уехал, Володя-то слышит? И меня будет, и все. А их сейчас никого нет, я могу проспать. О том, чтобы подниматься вовремя, я даже не молюсь. Зачем? Я не в тюрьме. И она каждый раз утром звонит. Я теперь жене договорился, что через стенку она колотит телефон, который я слышу. Ты утром сегодня рано не звонила? Не стучала? Рано я не ответил? Да ты звонила, это уже спустя. Время уже прошло. А это я звонила, потому что Таня мне звонила. Ну да, а тебе зачем Таня? Когда в 4,40 ты должна мне стучать стенку. Почему не стучала? Я в 4,40 постучала. Плохо стучала, возьми палочку, палочки стучи. Да сильно, сильно стучала. Ну ладно, не слышала. Ну а Таня плачет, почему ты не отвечаешь? Плачет по телефону, она не дозвонила, что со мной случилось. Вот когда к вам будет такая любовь, что вы совершенно посторонние люди, из-за того, что не ответили, от беспокойства будет плакать, тогда вы поймете, подлинная любовь, это любовь по Христе. Это не любовь женщины к мужчине. Это, нет. Почему она, скажи, ты плакала? Почему она услышала? Какая причина? Какая причина, что она плакала? От того, что ты не ответил по телефону, что случилось с тобой? Я в присутствии жены это говорю тут, без ревности, без всего. Вот это любовь ее. Я говорю, я пойду узнаю. Пошла, ты вышла. А я на Христе уже стою. Я пришла и сказала, она услышала. Я иногда выхожу утром, а сегодня я проспал. Проспал просто, проспал, хорошо, удобно лег. И вчера я был такой уставший, даже высказать не могу. Едва-едва дотелепался. Для меня печально, когда бывает, я ночью проспал на молитву. А бывает, бывает. Она говорит, я на такси сейчас такси беру и поеду туда, чтобы узнать. Сейчас ничего не нужно пока. Вот. И недавно было такое. Я проспал. Утром встал. Я нисколько не переживаю. Я поблагодарил ангела, что он меня не разбудил. Я встал свеженький. Все. Я говорю, как тебе, ангелу, угодно. Ну, взгляну на часы, посмотрю. У людей другая жизнь. Поэтому их отношение к тому, что я делаю, оно преломляется через их жизнь. И они видят совсем не в том свете. Мне за ними смотреть некогда совершенно. У меня нет ни одного действия, которое бы не обсуждалось где-то в интернете и прочее. А мне никакой роли не играть. Я знаю, велика награда ваша на небесах, когда имя ваше понесут, как неугодное сыну Божию. Враги говорят обо мне как? Нет ему спасения в Боге. В Боге нет. Они меня киритикам, к раскольникам. Это то, что Давиду говорили. Они не пережили эти стихи Библии, а я их пережил. Я считаю Давида, и мне радостно. Я иду этим путем. Враги мои говорят, нет ему спасения в Боге. Они решают за Бога. А я знаю, что я избранник у Бога, от урвы матери. Знаете, вопрос такой есть. Я вот, к примеру, лежу, да, вот у меня сильные боли, и я просто мечтаю о Царстве Божьем, как о избавлении от страданий. А Христос для чего сказал, ищите прежде Царствия Божьего? Сказал что? Ищите прежде Царствия Божьего. А кому он сказал это? Ну, кому? Апостолам. Они многое уже знали. В голове у них стояло одно. Рина Украина. Самостина. Израиль. Не все или время восстанавливаешь Царство Израиля? А он сказал, не этого Царства ищите. А Царствие Божье. Прежде всего. И остальное приложится, он не говорил остальное. А потом все врут. И в аптисты, и все остальное нету. А написано сие, сел. А впереди ищут одежды и питания, больше ни о чем нету. А то остальное. И прям все цитируют одинаково, вплоть до Патриарха. Ну, открой, прочитай. Замусолили слова Евангелия. Я когда стал об этом говорить, мне противоречат все. Я говорю, ну, открой, ну, покажи, где остальное. Он говорит, да так понятно. Непонятно. Если не написано, как это может быть понятно? И все сие. А что сие? Сие это когда впереди что-то было сказано. А впереди говорится, посмотрите на птиц небесных. Посмотрите на лилии, как одеваются. А в одежде, в виде больше не о чем, не о машинах. А остальное это все и коттеджи, и женщины, и вино. Все остальное приложится вам. Так что вы не врите. И считайте Евангелие. Ищите прежде всего в любом деле, в любом разговоре, в любой работе. Вот вы сейчас сделаете что-то, помогаете где-то, ваши знания употребляете. Это для Бога, для Царства. И Бог знает, что если вы были на ногах, вы бы десятой доли того не сделали, что сейчас делаете. А вам некуда. Вы специалист. Молодой, красивый, юноша, такой рослый. Ты на разрыв шел бы. А сейчас нет. Ты сильно-то не разрулишься на таком положении. Глаза ваши в небо направлены. И смотришь в небо. Я-то еще вперед смотрю, а ты только на небо. И больше думать не еще. Поэтому, благодари всегда Бога. Хорошо, что ты меня положил. И те, что позади всегда, это все позади. Если назначено тебе было болеть 70 лет, ну, какие-нибудь там 23 года, 70-93, больше-то вряд ли проживешь. То скажи, Господи, осталось меньше. Благодарю тебя. У заключенных счет идет в обратном направлении. Когда осудят, и он говорит, осталось 13 лет, осталось 12, запятки, как до запуска ракеты, которая в небо пойдет. И ты говори, а мне осталось меньше. Если там вот такой святой, к нему сатана подошел и видит, как ему трудно, холод, спичек нет, он еще не разжигает, где-то утром ходит, корешок вырыть надо. Он говорит, старик ты, старик, какие тебя муки еще ждут? Еще целых 20 лет, а ты уже совсем почти парализованный. 20? Ну, ты что? Неужели правда? А я-то настроился на 100 лет. Дьявол провалился сразу. Так и ты скажи, я-то настроился еще на 100 лет лежать. Тебя Бог нашел и познакомил с нами. И вот, что делали, помогали, я в карман от вас еще не могу положить, не считая там что-то такое для Бога. И люди новые, которые приходят, вы в этом труде. Это ваш паис здесь. Вы вошли в чужой труд, над которым не трудились до этого. А теперь апостолам Бог это сказал. Я могу смело разговаривать с самыми богатыми людьми, с самыми грамотными, докторами, богословием. Но могу сказать, что они не вложили то, что мне пришлось вложить. Я по частям буду разбирать. Я просто вопрос задам. Скажите, кого из вас судили за Слово Божие? И вы сидели. И все. Пустое пространство. Так это не все. Меня 26 лет в психиатрии обучило еще. 26, не 6 минут. А каково мне, когда я знаю, мне дано. Я знаю экзамены университета, и у меня по шапке. Я знаю мой талант изучать языки. Я готовлюсь в институт международных отношений. У меня по шапке. Вот тебе дурь унимайся. И только потом я уже пойму, как любящий мой Бог все это устроил. Какое благо, что он вовремя не остановил. Вот и все. Я не раскаиваюсь в том, что откликнулся на голос Божий. Я проверяю свою дружбу. Вот с вами у меня дружба и бескорыстная. Да-то вы корыстный человек. А покажи в чем? Конкретно-то. Чтобы люди поняли слово корысть конкретно. Корысть в чем моя заключается? В том, что человек много знает. У меня какой-то непорядок. Я обращаюсь. Но обращаюсь-то я. У меня не работают. Вот здесь там помог. Здесь меньше теперь эти роботы лезут. Ну корысть-то моя она идет. Я могу... А, вы, это как... Знаете, на иглу, говорит, подсел на компьютер-то. Я вот уезжаю, как будто никогда в компьютере не был. У меня особое качество дало. Особое. Я вот живу сейчас только поездкой. Где что достать сухари, сушу там, заказываю. Сейчас в воскресенье отвез мешок муки, там, готовит, которые, чтобы свои сухари были. С собакой. Где что? Все, я там. Меня дома уже как будто нету здесь. Ну вот мы оттуда поехали. Все, у меня отрезано. Я как будто только дома. Куда я еду, я весь там. И как только повернули домой, я уже весь здесь. А там было не так, так, не так уже все в руках Божьей. А что, ошибки не было, я заранее записываю, что мне нужно сделать. У меня на столе лежит каталог, что не забыть с собой взять. Это мне Бог дал. И поэтому, когда уезжают, и я забыл там, одно, другое, третье, каждый раз. Мне не нравится это. Ты не подготовился. Мы сейчас во всех направлениях работаем. Сейчас встречи. Так, к слову сказать, найдите мне француженку-то. Как только скажите, я сразу ей позвоню. Сейчас звонить, сегодня надо. Мне надо готовить уже материал. Маршрут и все телефоны. Прямо сразу. И какие у нее есть запасные телефоны, она пусть заочно познакомит, чтобы через них выйти на нее. Вопрос ставки почти решен. Решен будет тогда, когда книги туда поступят. Ну, уже поступили снимки, все. Вот как Бог делает. А как вы будете отправлять книги? Книги так. Сейчас мне дают адрес. Адрес могут дать сегодня. Здесь Николай договорился уже. Специально транспортная компания. Заезжает он метров 16, наверное, длиной или сколько. Фура. Она набирает товары в Россию где-то. Ну, один из них наш. И мы... Сейчас они к нам заезжают. Мы заранее заплатим. Сколько там десятков тысяч рублей. Сколько там 50. Сколько, я не знаю. Вот. Мы грузим, я объявляю людям. Мы уже наметили какие книги. И каждые книги, каждого тома по 120 экземпляров. По 120. Это 120 пунктов мы должны посетить. 120. Вы прикиньте, это не 2. Я должен проехать, найти этот пункт. Зайти незваный, нежданный. Это не все. Кроме того, беру дополнительно неполный комплект. Еще 40. 40 комплектов. Плюс к тому. Это так? И на вывоз книг за границу лицензия какая-нибудь нужна там или что-то? Бумаги какие-то. Там что нужна? Ну, какая-то лицензия или бумаги какие-то. Мы все приготовили. И бумаги нам сильно помогают. А в церкви с печатями на бланке, зачем мы едем, просят всех, чтобы нам помогали. А вот неудобнее было бы, если бы отправить туда сразу за границу моих? Нет, неудобнее. Никак. Мы берем с собой за границу столько, сколько нам хватит. Зачем мы будем отправлять где-то? Мы отправляем то, что для России. Я еду сейчас с собой не более 25 полных комплектов. И неполных могу взять 40 еще к этому. Неполные – это Новый Завет. Для слова Божия нету, с Крестного Православия и несколько симфоний. Это подарки. А вот неполные кто-то может купить маленько где-то. А полные – это все только подарочные. Полные – все подарочные. До одного. За два года нам на 7 миллионов 150 тысяч подарили. Это что-то стоит. Учитывая, что мы все очень-очень бедные. Но я этого не осознаю. Считаю, что мы богатые. Да, это относительное понятие. Ну, вот так. Ну, Инотич, ну, это... У меня матушка собирается в поликлинику. Ну, давай, пускай. Я и жду. Не настаиваю. Жду. Давай, благословляй нас на добрые дела. А тебя да Бог благословит. Оставайтесь с Богом. Ну, что хочешь сказать-то? Скажи Сергею. Спасибо, Христос. Мне очень благодарна, что вы мне там ролики не споведи. Я смотрю, что стояну, думаю, вот это здорово. Ну, все. Полезная информация. Все, Игнатик, с Богом. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok